Видео от губернатора, что он себе, наверное, пожаловал бы розовую зону, если бы жил бы в Анапе и выбирал бы себе генплан. Давайте посмотрим. Почему я взял питерский институт проектировать? Чтобы они были максимально независимы от интересов. Сейчас я делаю генплан Анапы. Понятно, там по-разному, потому что где-то идут недопонимания, где-то спекуляции за интересантов в земле. Они подбивают народ выйти там, где должна быть зона курортного строительства в потенциале. И люди выиграют от этого. Они выиграют только потому, что они смогут продать дорого. А вот кто их подбивает сейчас выйти, они свои цели преследуют, потому что в этом случае они смогут купить у них задешево. А вот если это будет зоной курортного строительства, то уже будут платить совсем по-другому им. И люди не понимают, еще раз подчеркиваю, я понимаю, что им дирижируют тем, кто явно уже наметил свои планы максимально скупить за бесценок. А когда будет зона курортного строительства, за бесценок не получится. Это уже другая земля. Они будут дорого, обязаны будут дорого платить за эту землю. А они говорят, нет, вы что, вас сейчас землю заберут. Никто ни у кого не забирает. Поэтому мы здесь должны максимально людям разъяснить. Я главам и Анапы, и Геленджика говорю, разъясняйте людям. Разъясняйте. Потому что за вот этими вот подстрекательствами стоят просто интересы. Опять кого? Бизнес. И вот здесь мы не должны сделать так, чтобы народ остался дураком. Потому что реально там, где они живут, земля стоит очень дорого. Очень. И только категория курортного строительства позволит им эту землю на самом деле дорого продать. Но у них никто дом не изымет. Никто не заберет. Они могут жить и предавать его по наследству. Но если они захотят продать, то точно дорого. А теперь пару слов о том, как я себе представляю эту картину и как понимаю вообще новые изменения в генплане. Генплан представляет собой вообще план развития города-курорта Анапы на ближайшие 20 лет. Для меня хорошо, что там дюны становятся, рекреационные зоны, зоны особо охраняемые. То есть не дай бог какой-то сук-трактор туда заедет, я его раком нагну и по закону накажу. То есть это будет уже хорошо. Вот допустим другие моменты. Возьмем розовый наверное и желтый, чтобы далеко там не копаться по всей Анапе. То есть смотрите, розовая зона это единственное место в городе, где можно будет построить какую-то недвижимость, связанную с отдыхом. То есть в желтых зонах нельзя. То, что сейчас у вас есть, обещают не трогать. То есть если вы живете в желтой и у вас есть какие-то коммерческие помещения, то вы как сейчас есть, остаетесь. То есть закон обратной силы не имеет, они к этому и как взывают и обращаются. Те, кто будут в розовой зоне, они типа будут иметь прерогатив на своих участках размещать новые здания коммерческого типа. Те, кто нет, нет. Вот примерно вот так это выглядит. Те, кто живут в розовой зоне и будут, ну сейчас там у них дома ИЖС, они смогут жить в своих домах. Смогут делать реконструкцию, как сегодня неоднократно звучало. Но не смогут построить новый дом ИЖС. А при этом, если у них есть магазин, то они смогут там еще один построить, там или кафе. Там есть участок позволяет, то и гостиницу забубенить. Очень жалко, что у нас недостаточно пояснений к нашему генплану. Чтобы нам конкретно было расписано, что такое розовая зона, что такое желтая зона. Но теперь почему губернатор говорит о том, что эти зоны, по идее, должны стоить дороже. Потому что бизнесу ИЖС неинтересны. То есть перспективный план развития предусматривает, что в течение 20 лет на зонах ИЖС не появится ни одной кормерческой недвижимости. То есть ни одной, новой. То есть вы не сможете на ней новые заработки себя устроить. То есть у вас сейчас есть, то есть вас по идее не тронут. Ну по идее, то есть в нашем государстве ничего нельзя верить. То, что нету, вы хотели бы, вы не сможете реализовать. Я думаю, что вот эту информацию надо донести до всех, чтобы люди немножко поняли. И вот в том числе и по Витязево у нас там на 12 часов уже должны тосы собраться представители. И возможно донести до людей, чтобы люди как-то уже по-другому реагировали на все. Будет очень интересно. И также мы ждем, конечно, скорейшего ходатайства от администрации, от Росреестра НАПы. О том, чтобы у нас у всех убрали статью 56.1. И мы как бы этой спящей закладки не видели и жили спокойно. И хорошо все у нас было. То проснешься один день, а там бац и страшно становится. Ну нам пообещали, ребят. То есть мы ждем, надеемся и верим. Подписывайтесь на канал, делайте репосты обязательно, чтобы каждый услышал и знал. Если вы живете где-то в России, кстати, проверьте свой участок на 56.1. Начните вместе с нами переживать.